Музыка Музыка В Священном Писании говорится, что все пути Господни – милость и истина, как хранящим завет его и откровение его. Наш сегодняшний герой, отец Виктор Зырянов, хотел побольше узнать о Боге, постичь истину и осуществил свою мечту. Вера возникла в его душе отслышания, а слышание – от Слова Божия. Наш герой вырос в семье, которая верой в Бога особо не отличалась. Ну, я бы не сказал, что она была православная, но и не языческая семья. Семья была неполной, у нас произошла трагедия, что родители разбились рано. И воспитывала мама нас двоих, меня и сестру. Ну, бабушка нас водила в храм, и мы к домашней молитве-то были изначально приучены. Ну, а потом как-то все так прошло. Музыка Будучи уже в сознательном возрасте, служив в армии, отец Виктор принял решение, что будет учиться в семинаре. На это его подвигло желание больше узнать о Боге, в которого он веровал. Я уже решил, что я буду учиться в семинарии. Это где-то, наверное, когда я учился уже в техникуме, перед самой армией. А вот в армии, когда я служил, я уже окончательно решил, что я буду поступать в семинарию, что буду учиться. Ну, а о священнике, конечно, я тогда и не мышлял, ни о каком сане. Просто я хотел знать как можно больше о Боге, о Сыне, распятом за наши грехи. Господь приводит по-разному людей к себе, и в том числе из интереса, из желания больше знать о Боге. Очень многие приходят. Потому что желание знать Бога вложено в человеческую душу. Человек создан по образу Божий. И образ Божий, как вот эта частица, которая соединяет человека с Богом в душе, она требует общения с Богом, требует знания Бога. Жажда Бога, вот как одно из качеств души человека, она присутствует в каждом человеке. Просто мы иногда можем заглушать вот эту жажду Бога в душе, но жажда Бога, она может прорываться тем или иным образом. И надо сказать, что вот, например, в советское время большой интерес к катейстической литературе в советское время. Она выходила массовыми тиражами, она ведь раскупалась. К ней был достаточно большой живой интерес. И это не нужно думать, что это был интерес именно к катейстической литературе. Но это было, на самом деле, это было свидетельством желания знать Бога. То есть другой литературы не было. А эта литература, пусть в искаженном виде, но говорила о Боге. Там были цитаты из священного писания, там был пересказ священных текстов, там говорилось о жизни церкви. И очень многие, очень часто, отбрасывая шелуху, которая подавалась в это советское время, выбирали по крупицам тот материал, который можно было почерпнуть и из этих книг тоже. Сейчас вот мы живем в другое время, когда есть книги, которые мы можем читать, и, может, не всегда читаем их. Тогда не было абсолютно ничего. Получить в распоряжении Новый Завет, скажем, прочитать, это было сложно. Каждая брошюра, которая выходила, которую можно было приобрести, церковный календарь, это было каким-то событием даже в жизни человека, потому что доступ, молитвослов простой, был дефицитом, многое переписывалось от руки. И очень многое определялось вот этой вот жаждой Бога, знанием, вот видимо, Путица Виктора потом тоже был таким же. То есть вообще людям свойственно, естественно и правильно знать о Боге. Просто желание знать о Боге, желание знать Бога, оно заглушается очень многими обстоятельствами жизни, суетой жизненной, мы заглушаем это в себе. А когда мы начинаем это раскрывать, освобождать в себе вот эти качества, то, конечно, Господь, мы идем навстречу Богу, и Господь нам идет навстречу. И вот тогда бывает лот от этой встречи. В то время поступление в семинарию могло испортить репутацию всей семьи отца Виктора Зырянова. В советское время вступление в семинарию, вообще жизнь в церкви для молодого человека, она представляла определенные трудности, так скажем. Надо помнить, что человек, уходивший в церковь вот в таком работоспособном возрасте, он на постоянную работу, на какое-то постоянное служение, он лишался очень многих социальных благ, гарантий, которые были в обществе, и оказывался под мощным прессингом общества. Человек, который уходил на служение в церкви, то есть вот он был еще не пенсионный, а в Логово-Астон, подписывал специальные бумаги о том, что он отказывается от пенсионного обеспечения, что он не претендует на какие-то моменты, значит, с ним велась обработка и проработка, в частности, разного рода внушения. Это означало сложности для семьи, для жены, для детей, с устройством на работу, в школе и так далее, и так далее. То есть создавались такие вот условия, очень по многим показателям, которые осложняли жизнь и выталкивали человека из общества, как бы создавали, формировали ощущения, были призваны, вернее, сформировать ощущение такой вот изгнанности и оторвенности, отшибленности. То есть задача была морально подавить человек. Поэтому всегда поступление в духовную школу в советское время, принятие сана в советское время, просто работа в церкви, это всегда поступок, который требовал от человека усилий, возможности сопротивления вот тем жизненным условиям, которые ставил государство. То есть было очень, то есть ужас и неприятность самая ощущалось в том, что это не было как бы, вот может быть, такой вот прямой трессинг, как человек там уже в советское, в позднее советское время там не хватали, никуда не везли, не садили, как правило, хотя были эти моменты в крайних ситуациях. Но все делалось для того, чтобы человека вытолкнуть на обочину жизни. То есть ломалось все, все социальные связи, все было призвано к тому, чтобы это все разрушить. Понятно, что для этого требуется большое мужество. Отец Виктор пришел учиться в духовную школу. На вопрос, почему батюшка выбрал именно это учебное заведение, он до сих пор не может ответить. Видимо, туда его привел сам Бог. Сложный вопрос. Я даже сам себе иногда не отвечаю на него. Это все произошло как-то очень постепенно, как-то так вот таинственно, тайно вошло. Нет, в мое обращение не было. Я вообще как бы вот этого момента обращения не переживал в жизни. Не так чудесно, как апостол Павел был обращен. Постепенно входило сознание, что нужно жить как-то по-иному. Не так, как все, не так, как живет этот мир. Поначалу все представления о Боге у нашего героя носили сугубо философский оттенок. Но постепенно знания структурировались, и наш герой узнал, что значит общаться с живым, личным Богом, который отвечает. Первые представления и впечатления о Боге были такого философского, что ли, наверное, характера, умозрительного. А потом, конечно, появилось уже и сердечное, религиозное чувство. Свою первую исповедь отец Виктор считает неполной. Настоящую исповедь, по его мнению, он принес перед принятием священного сана. Я после армии поступил в епархию работать. Я тогда уже закончил техникум, и вот после армии я поступил работать в епархию. А владыка Климент тогда лежал парализованный уже целый год. И я жил у владыки Климента, ухаживал за ним в течение целого года. Того года, вот, перед поступлением в семинарию. Ну и, конечно же, когда я у него жил, необходимо было и причащаться, и исповедаться. Ну, первую исповедь я, конечно, помню. Я исповедился священнику, который служил в соборе. Ну, наверное, конечно, эта исповедь была еще неполной. Полная исповедь была тогда, когда ты принимаешь священный сан. Там все приходится вспоминать с самого детства. Ставленническая исповедь. После окончания семинария отец Виктор встал перед нелегким выбором, что делать дальше. Необходимо было определяться, по какому пути идти. Троице, Гриста Твою, Гриста Твою, Песня. 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 ПЕСНЯ А вот когда я заканчивал семинарию, вот этот вопрос уже стоял остро. Нужно было выбирать, или ты будешь укополагаться. И к того времени я уже был женат, и у меня были все возможности к рукоположению. И я выбрал сам дьякона, потому что священником было очень страшно становиться. Я служил дьяконом три с половиной года. И вот мое священство связано непосредственно с этим храмом, в котором я сейчас служу, уже 21 год. Это мой первый приход, надеюсь, и последний приход. ПЕСНЯ 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 который служил здесь в храме, месяц тоже не помню, но была зима, холодно было. Отец Виктор тогда еще молодый, это было 21 год назад, уже 22-й пошел. И матушка, они приехали сюда в Бенги, храм посмотри. И, значит, по храму-то прошлись, ему говорят, а здесь батюшка, он рядышком живет, сходите к нему. Ну, они, конечно, как бы пришли с матушкой и познакомились. А вот мой папа, он уже давно болел, тяжело болел. И он на них так посмотрел, посмотрел внимательно. А когда они ушли, он маме моей, тоже ныне покойной, говорит, ну, мать, можно мне умирать спокойно, мне смена пришла, храм не закрой. И все, и он вскоре, буквально через месяц, он умер. Каждому человеку, приходящему в храм, отец Виктор, как добрый пастырь Христова стада, находит свой подход. А так случилось, что, когда вот я вернулся, я служил тогда дьяконом в соборе, я стал с таким восторгом, с восхищением рассказывать о Бенговском храме. А некоторые священники о нем даже не знали, ну, не были здесь, не слышали о нем. Вот. И почему-то так все стали думать, что вот я именно нацелен, чтобы служить в этом храме. И вот умер отец Григорий. И так получилось, что вот как-то автоматически даже произошло, что вот ладыка Мелхиседек мне рукополагает во священника, и именно направляет сюда. Это даже было как бы вот мимо моей воли. Это была архиерейская воля. Ну и вот сбылось это то предощущение, что я буду как-то связан с этим храмом, когда я впервые здесь оказался. Господи помилуй. Каждому человеку, приходящему в храм, отец Виктор, как добрый пастырь Христова стада, находит свой подход. Какой-то индивидуальный подход. Кому что надо. Всякое бывает. Бывает и пожалеет, бывает. До этого были как... Георгием звали священника, Григорий был. Много священников было в этом храме. А вот как отец Виктор пришел молодым еще к нам, с тех пор так и служит у нас. Мы его очень уважаем. У нас добрый, хороший. Много священника. Много священника. Много священника. Отец Виктор сейчас сам преподает семинарий. Воспитанники его уважают и любят за строгость и справедливость. Для ребят он живой пример настоящего христианина, истинного пастыря Христовой Церкви. Отец Виктор преподает семинарий с первого дня существования духовной школы здесь. Отец Виктор вот буквально в первый день начались занятия. Отец Виктор был, наверное, в первые уроки. Это были уроки отца Виктора. Отец Виктор объединяет тем многие характерологические особенности, которые бы я хотел от него взять. Почему? Потому что он единственный в своем роде может противостоять требованиям, которые предъявляет современное общество. Он может беседовать с человеком на его языке, сходить до его уровня. Если это абсолютно простой прихожанин, который богомольно крестит лоб, он будет на его уровне доносить истинного Христа. Он не будет говорить о глубинах догматического богословия. И в то же время, если это будет искушенный богословий человек, Отец Виктор вполне может адекватно объяснить ему о нюансах философии, о истории происхождения того или иного догмата и почему нужно его применять в своей жизни. Отец Виктор, как правило, старается держаться серединного пути и не впадает в крайности, хотя имеет вполне однозначное мнение о многих событиях церковного нестроения, которые сегодня происходят. Но отстаивая свою индивидуальную позицию, он никогда не впадает в подлость и не спускается до уровня оскорбления личности, потому что одно дело иметь негативное мнение о том или ином факте церковной жизни, который мы сейчас имеем, и другое дело оскорблять конкретных людей. Отец Виктор разделяет эти два понятия, и мне кажется, он достаточно корректный и интеллигентный человек, который вполне может говорить о нравственности и о духовном преуспеянии современного молодого человека. По крайней мере, для меня отец Виктор останется в жизни как светлый образ, который останется у меня после семинария. Каждый из нас, из ребят, которые пришли в семинарию учиться, внимать богословские науки, мы должны видеть еще пример. Привет, пример человека, который должен показать нам этот пример, как жить по-христиански. Потому что, внимая науки, мы можем что-то внять, но мы должны это видеть. Но вот, говоря о нашем преподавателе догматического богословица Викторе, хочу сказать следующее, что действительно ты видишь этот прямой пример живой веры, когда человек показывает своими трудами, своими словами ту жизнь христианскую, какой мы должны следовать. Вот именно. И когда ты это видишь, твои все богословские знания, все какие-то науки, которые ты получаешь, они в совокупности, все это пример и знания, они дают определенный результат, который откладывается у тебя в душе. Вот. И поэтому спасибо Господи. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, говорит нам Божественное Откровение. В жизни нашего героя все его ожидания осуществились. Он желал общаться с Творцом и поступил в семинарию, хотел служить Богу и стал священником. Сейчас он делится опытом веры, опытом общения с живым Богом, с подрастающим поколением. Теми, кто идет трудной стезей, которая у каждого своя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Сыну и Святому Духу и ныне и пресной в веки веков. Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. 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 Продолжение следует...